Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы приветствуем всех интересующихся разведением и выращиванием истровых на очередной части WebIntensive подготовка к нерестовой кампании и ее проведение, которая будет посвящена особенностям преднерестового выдерживания производителей и методам оценки и готовности к гормональной стимуляции и нересту. На предыдущих занятиях мы уже говорили о том, что необходимо рассматривать нерестовую кампанию как комплекс взаимосвязанных биотехнических процессов. Этапы перевода на нерестовый режим и преднерестового выдерживания производителей являются наиболее ответственными в этой схеме, поскольку исправить ошибки, допущенные в этот период, в большинстве случаев уже невозможно. И любое значительное нарушение биотехники приведет либо к существенному снижению качества половых продуктов, либо даже к невозможности их получения. Это обусловлено особенностями полового цикла осетровых рыб. При прохождении полового цикла у осетровых чередуются этапы плавного развития половых клеток и быстрых качественных сдвигов. Период преднерестового выдерживания относится как раз к такому этапу быстрых качественных изменений состояния половых клеток, в частности ацитов, у самок. И именно на этом этапе особенно сильно проявляется связь физиологических процессов в гонадах с комплексом условий внешней среды и в первую очередь с резко изменяющейся сезонной динамикой температуры воды. Как вы, наверное, обратили внимание, каждый пункт на слайде включает температурный параметр. И это не случайно. И поскольку температура воды при преднерестовом выдерживании является основным фактором, воздействующим на изменение состояния гона, то основным параметром оценки этого воздействия в течение определенного времени, соответственно, является расчет температурно-временных показателей. Для этого при определении продолжительности выдерживания производителя перед нерестом традиционно используют величину накопленного теплозапаса. Расчет этого показателя производят путем простого суммирования среднесуточных температур за те дни, когда минимальная температура воды превышает специфичную для вида нижнюю границу нерестового диапазона. Поэтому накопленный теплозапас иначе называют суммой эффективных температур. Выражается этот показатель в градусо днях. Способы подсчета теплозапаса мы показывали на примерах во второй части нашего веб-интенсива. И сейчас мы не будем на этом останавливаться, а перейдем к обсуждению возможных значений этого показателя. И теперь непосредственно о продолжительности преднерестового выдерживания. Справа мы видим пороговые температуры, от которых ведется расчет теплозапаса преднерестового содержания для различных видов осетровых. Как видим, они различаются от значения, например, 7,5 градусов у белуги до 13 градусов у севрюги. В левой части слайда представлена таблица со значением этого показателя. В левом столбце от таблицы приведены минимальные значения теплозапаса, меньше которых получить икру, как правило, не удается даже при достаточных для нереста значениях коэффициента поляризации ацитов. В правом столбце, наоборот, значение превышения которых приведет к началу резорпции. И в среднем оптимальное значение продолжительности преднерестового выдерживания в единицах теплозапаса, то есть в градусо днях. Данные, которые мы представили в этой таблице, несколько отличаются от публикуемых в большинстве литературных источников. Здесь имеется один нюанс. Большинство опубликованных литературных данных базируется на сборнике инструкций по искусственному воспроизводству на сетровых рыбоводных заводах Каспийского и Азовского бассейна, разработанных в НИРО еще в середине 80-х годов прошлого века. И здесь следует учитывать, что эти инструкции разрабатывались для работы исключительно с дикими производителями, которых заготавливали в приустевых участках моря и непосредственно в реке. Эти производители к моменту вылова уже провели некоторое время при нерестовых температурах и уже имеют определенный накопленный теплозапас. Именно этот неучтенный теплозапас и включен в наши данные. В результате, как вы видите, оптимальный запас у разных видов осетровых находится в интервале примерно от 220 до 400 градусов дней, постепенно увеличиваясь от холодолюбивых видов, представителем которых в первую очередь является белуга, до теплолюбивых севрюги. Если готовность рыб к нересту предварительно оценивалась по степени поляризации ацитов, то для рыб более готовых к нересту мы рекомендуем начинать гормональную стимуляцию при достижении наименьших оптимальных значений, то есть левые цифры в столбе оптимум. А для менее готовых, соответственно, близких к наибольшим, то есть правый столбец цифры в графе оптимум и может быть ближе к левому столбце максимум. Оценку готовности самок к нересту можно провести несколькими способами. Мы рассмотрим два наиболее распространенных и удобных. Но вначале уточним, в каких случаях требуется дополнительная оценка готовности к нересту. Во-первых, если на зимовку отобрана разнородная по степени зрелости рыба, ну допустим осенью было небольшое количество объективно зрелых самок и добавили не очень зрелых, по принципу авось дойдет. Второй вариант, если зимовка и преднелистовое выдерживание проходили в неоптимальных условиях. Третье, если вы впервые работаете с этим видом или гибридом. И параллельно с третьим, четвертое, если очень мало производителей и нужна точная оценка, чтобы минимизировать риски. И наконец, даже если все происходило планово, имеет смысл с целью самоконтроля на нескольких особях уточнить, что дела обстоят именно так, как вы думаете. Итак, два метода. Один оптимален для групповой оценки. Это, конечно же, в первую очередь стерлядь, число зрелых самок, которые может исчисляться тысячами. В этом случае явное преимущество метода это возможность сразу без дополнительных промежуточных действий давать оценку и распределять рыбу по группам готовности. Не требуется обязательно индивидуальная меч неоцениваемых рыб. Главный недостаток этого метода это довольно высокая вероятность ошибки при отсутствии достаточно большого опыта. Второй метод, метод определения коэффициента поляризации ацитов, обеспечивает высокую точность и ошибки при этом методе практически исключены даже при отсутствии опыта. Но вместе с тем метод достаточно трудоемок и требует значительных временных затрат. Кроме того, его практически нереально использовать при больших количествах зрелых рыб, ну скажем, несколько сотен самок, тысяча самок и более. Начнем с метода оценки готовности с использованием коэффициента поляризации ацитов. Вы можете видеть, что на данном этапе мы объединили перевод на нерестовый режим и преднерестовое выдерживание. Поскольку, по сути, на практике, в зависимости от условий хозяйства, такого четкого, как на диаграмме, разделения этих периодов может не быть. Оба они проходят при преднерестовой температуре и в некоторых случаях значения КП, соответствующие завершению четвертой стадии зрелости, могут быть достигнуты уже в период перевода на нерестовый режим. Собственно говоря, поэтому мы и рекомендуем контролировать процесс завершения готовности к нересту с помощью определения коэффициента поляризации. Обычно за этап перевода на нерестовый режим коэффициент поляризации достигает значений 0,1-0,12. И в этом случае необходимо дополнительное содержание рыб при нерестовой температуре до достижения значений близких 0,05-0,07, которые, собственно, и свидетельствуют о завершении четвертой стадии зрелости и готовности производителей к гормональной стимуляции, а икры к овуляции и последующему оплодотворению. Как интерпретировать результаты, полученные при определении коэффициента поляризации? В таблице на экране представлены возможные диапазоны значений коэффициента поляризации после выдерживания самок в условии преднерестовых температур воды в течение периода, позволяющего накопить минимальный теплозапас, значение которого мы уже показывали. Итак, коэффициент поляризации 0,03 и менее. Это перезревшие и близкие к перезреванию рыбы. Если коэффициент поляризации чуть больше 0,03, то есть 0,035-0,04, то сохраняется возможность получения икры для пищевых целей хотя бы у части рыб. Коэффициент поляризации в интервале от 0,04 до 0,07 это наилучшая степень готовности к нересту. Имеет смысл сразу проводить гормональные инъекции, естественно в том случае, если температура соответствует нерестовым значениям. Значение коэффициента более 0,08 говорит о том, что самкам требуется дополнительное преднерестовое выдерживание, продолжительность которого в зависимости от значения коэффициента поляризации колеблется в интервале от 5 до примерно 15 суток, соответственно в единицах теплозапаса это от 60 до 200-300 градусов дней. При значениях коэффициента поляризации более 0,18 получить икру практически невозможно. И таким самкам требуется либо дополнительная зимовка, либо еще один нагульный период. Обратите внимание, что мы говорим о значениях коэффициента поляризации в момент, когда самки провели уже некоторое время при преднерестовых температурах и накопили минимальный необходимый теплозапас. Почему это важно? При неоптимальных условиях зимовки могут возникать ситуации, когда, например, как это показано на слайде, степень поляризации ацитов уже достигла значений соответствующей готовности гормональной стимуляции, а необходимый теплозапас еще не накоплен. В нашей практике был случай, когда после теплой зимы и затяжной холодной весны мы столкнулись с такой ситуацией, что к началу апреля почти у половины самок белуги коэффициент поляризации ацитов имел значение от 0,05 до 0,06. То есть рыбы, исходя из критерия коэффициента поляризации ацитов, были вполне готовы к гормональной стимуляции и нересту. Но накопленный теплозапас при этом был менее 50 градусов дней. То есть теплозапас не соответствовал критериям готовности к гормональной стимуляции. Мы все-таки проэкспериментировали с парой самок, но ничего хорошего из этого, как и прогнозировалось, не вышло. Остальных самок выдержали до накопления минимального теплозапаса, получили икру хорошего рыбоводного качества, ни у одной из них не началась резорбция. Таким образом, коэффициент поляризации ацитов нельзя рассматривать как показатель готовности к нересту в отрыве от накопленного теплозапаса. И необходимо использовать оба этих показателя своего рода как интегральный критерий, то есть находить компромисс между коэффициентом поляризации и накопленным теплозапасом. Сейчас мы рассмотрим возможный вариант действий в различных неоптимальных ситуациях, то есть когда либо коэффициент поляризации не соответствует, либо теплозапас не соответствует оптимальным значениям. Возможные варианты неблагоприятного развития событий можно разделить на две условные группы. Первое – недостаточный теплозапас и предельно малые коэффициенты поляризации ацитов. Второе – наоборот – избыточный теплозапас и достаточно большие коэффициенты поляризации. В первом случае, если коэффициент поляризации уже соответствует готовности гормональной стимуляции, но еще не пришел за отметку менее 0.05, имеет смысл продолжать преднерестовое выдерживание, особенно если температура воды находится в диапазоне нижних границ нерестовой, либо если есть возможность терморегулирования и удержания температуры воды в этих границах, или даже немного ниже. Если коэффициент поляризации уже значительно ниже значения 0.05, то в зависимости от температурного режима и уже накопленного теплозапаса целесообразно либо проводить гормональную стимуляцию сразу, если температура воды уже соответствует верхней части нерестового диапазона, либо в течение ближайших 3-5 дней, если температура воды еще относительно невысокая. Если накопленный теплозапас уже превышает оптимальное значение и становится избыточным, а коэффициент поляризации достиг значения 0.09, либо чуть менее. Ждать больше не нужно и целесообразно сразу проводить гормональную стимуляцию. Мы в своей практике несколько раз в аналогичной ситуации принимали решение о проведении гормональной стимуляции даже при значениях коэффициента поляризации 0.1 и получали вполне приемлемые результаты. Хотя они не всегда были одинаково стабильны. Если при избытке теплозапаса значение коэффициента поляризации находится в диапазоне от 0.10 до 0.12, то несмотря на риск перезревания производителей и начала процесса в резорце, мы рекомендуем выдержать рыб еще несколько дней от 3 до 5, соответственно значение МКП. И если есть такая возможность, то понизить температуру воды до нижних границ нерестовых температур. Переходим к следующему методу оценки готовности к нересту с использованием ультразвуковой диагностики. Как мы уже говорили, индивидуальная оценка рыб с помощью определения коэффициента поляризации оправдана в первую очередь для контрольных целей, либо в случае небольшого числа исследуемых рыб. Если же требуется разобрать несколько сотен самок, лучше использовать метод визуальной оценки по ихограммам. Он безусловно менее точный, но когда со временем набирается опыт, то вполне позволяет качественно разделять производителей по степени готовности к инъекциям и нересту. Опять же перед нерестом это имеет смысл делать в том случае, если на зимовку была отобрана разнородная по зрелости рыба. Оценка с помощью УЗИ включает несколько критериев и сейчас мы обсудим наиболее значимые, они выделены в таблице оранжевым пунктиром. Это цветовой тон изображения ихограммы, рядность ацита в видимой области и наличие жировых отложений в области генеративной ткани ганады. Говоря о цветовом тоне, мы в большей степени подразумеваем насыщенность темных оттенков серого в диапазоне от почти черного до умеренно светло-серого и более светло-серого. Применительно к ахограммам самых четвертой стадии зрелости это выглядит таким образом, что чем более рыба готова к нересту, тем более темным и черным становится изображение на ахограмме. Такие изменения обусловлены увеличением в ацитах объема цитоплазмы и развитием студенисто-ворсистой оболочки, с помощью которой икринки приклеиваются к субстрату. Другими словами, за счет увеличения доли жидкости в более зрелых ацитах снижается способность ганады пропускать ультразвук и мы наблюдаем более темный тон изображения. Левая ахограмма, оцененная в 5 баллов, характерна для рыб, готовых к нересту, которым можно проводить гормональные инъекции. Самок, соответствующих средней ахограмме, целесообразно выдерживать дополнительно в течение примерно 7-10 дней при преднелистовых температурах или в условиях нижних границ нерестовых температур. И от самок, ахограммы которых похожи на крайнюю правую, получить икру в текущем нерестовом сезоне скорее всего не удастся. Обратите внимание, что на всех трех ахограммах прослеживаются ряды. Это важно. Следующий критерий – выраженность рядов ооцитов и яркость разделяющих их линий. Поскольку содержащиеся в ооцитах жидкость и жир поглощают ультразвук, то на ахограммах зрелых рыб мы, по сути, видим не сами ооциты, а отражение звука в оболочках икринок. При этом за счет существенной разницы в структуре, отражающая способность оболочек, условно говоря, увеличивается. Возникает эффект, называемый дистальным усилением. Что в этом важно для нас? Чем более икринка готова к овуляции, тем большее количество влаги содержится, в том числе, под фолликулярной оболочкой. И тем выраженнее и ярче становятся полосы, разделяющие ряды ооцитов. При исследовании в динамике, то есть при движении датчика вдоль гонады, у таких рыб можно наблюдать практически прямые непрерывные линии, как показано на средней эхограмме. Такие рыбы полностью готовы к гормональной стимуляции и, соответственно, к нересту. На правой эхограмме четко разделены линиями только верхние два ряда ооцитов. В нижней части видимой области рядность практически отсутствует. Соответственно, самкам с такими эхограммами желательно дополнительное выдерживание. Но при принятии решения необходимо ориентироваться на накопленный запас, текущий температурный режим и прогноз дальнейшей динамики температуры. Наличие жировых отложений. Данный критерий является дополнительным в общей схеме оценки, поскольку не связан напрямую с готовностью к овуляции, но может оказывать влияние на результат нерестовой кампании. Наличие неизрасходованных запасов жира свидетельствует скорее о некорректном выборе режима и продолжительности зимовки. Если в ходе ультразвуковой диагностики наблюдаются единичные участки жировых запасов и небольшого размера, то это, скорее всего, не окажет существенного влияния. Однако, нами замечено, что такие самки хуже отдают икру и рыбоводное качество такой икры существенно ниже. Наличие множественных участков, либо участков большого размера, свидетельствует, скорее всего, о незрелости рыб, либо о жировом перерождении гонады, начале процесса жирового перерождения. И в том и в другом случае требуются дополнительные диагностические процедуры. Использовать таких рыб в нерестовой кампании в большинстве случаев можно, но целесообразно только при получении икры для пищевых целей. Получить от них икру, пригодную для оплодотворения, скорее всего, не удастся. И еще один пример. На правой эхограмме мы видим, что жировые отложения занимают большую часть гонады. Эхограмма не очень хорошего качества, но вот здесь различимы аоциты. Участок, выделенный золотистой линией, он более темный, у него другая структура, это жир. Обратите внимание, что у него такая своеобразная форма, можно сравнить с седлом в какой-то степени. По эхограмме непонятно, в какой части рыбы проводится сканирование, но мы знаем, что это хвостовая часть гонады и вот этот жировой участок, он расположен близко к урогенитальному отверстию. Наличие среди производителей таких рыб свидетельствует либо о достижении отдельными самками с завершения репродуктивного возраста, если такие рыбы встречаются единично, либо если таких рыб большинство, то это говорит о критических ошибках в биотехнике выращивания, ремонта и производителей. Работать с такими рыбами очень сложно и качество икры обычно очень низкое и даже если она получается для пищевых целей, то все равно икра не очень хорошего качества. Как мы уже говорили, главный недостаток оценки готовности самок к нересту с помощью УЗИ, это довольно высокая вероятность ошибки при отсутствии достаточного опыта. На слайде мы видим две пары изображений с результатами оценки готовности самок гормональной стимуляции с помощью определения коэффициента поляризации и УЗИ диагностики. Очевидно, что визуально верхняя ихограмма соответствует более зрелой рыбе, а нижняя менее зрелой. На самом деле это не так. Причина этого в некорректном проведении диагностики во втором случае. Возможные ошибки мы указали на слайде и хочу лишь добавить, что оптимальным способом оценки с помощью УЗИ является сканирование в динамике, что мы показывали несколько слайдов назад. То есть, когда вы достаточно интенсивно, но плавно перемещаете датчик вдоль ганады и видите сам рисунок расположения ацитов в ганаде. И подводя итог теме оценки готовности самок к нересту, мы приведем своего рода эталонные изображения, разрезы икринки слева, и ихограммы самки полностью готовой к гормональной стимуляции и нересту справа. И внешний вид такой ганады. Как видно, для ганады на этапе завершения четвертой стадии зрелости характерно полное отсутствие жировых запасов с внешней стороны ганады на всем ее протяжении и с большей части внутренней стороны также запасы жира отсутствуют, но могут быть незначительные где-то в местах прикрепления ганады к туловищу. Кроме этого, в литературе по воспроизводству ацитровых можно встретить описание визуальных способов оценки степени зрелости самок. В большинстве из них указаны такие признаки, как мягкая округлая брюшка с тонкой стешей, тонкий хвостовой стебель или махалка на жаргоне рыбаков, покрахневшее и припухшее анально-генитальное отверстие. Мы не будем советовать ориентироваться при оценке самок только на эти признаки, но наша практика показывает, что в принципе все описанное в большинстве случаев действительно характерно для зрелых рыб, оно вполне корректное описание и в целом имеет смысл использовать такие неформальные признаки в качестве дополнительных признаков оценки. Критерии отбора самцов. Отбирать самцов для нереста предпочтительно из числа более молодых особей. Этим, во-первых, обеспечивается некоторое снижение риска близкородственного скрещивания за счет более раннего возраста созревания самцов. И, во-вторых, у молодых самцов в условиях аквакультуры традиционно более высокое качество половых продуктов. Мы рекомендуем при выборе отдавать предпочтение особям с хорошо выраженным брачным нарядом, который у самцов осетровых проявляется изменениями в окраске головы наиболее ярко выраженных в лобной части. На фотографии мы видим, что окраска головы у зрелых рыб в нерестовый период приобретает голубовато-седоватый оттенок, визуально похожий на своего рода восковой налет. Но в то же время, как показывает практика, наличие брачного наряда не является обязательным критерием. В некоторых хозяйствах рыбы с брачным нарядом могут отсутствовать полностью. Но при этом качество половых продуктов у самцов остается на должном уровне. Естественно, наиболее точно оценить рыбоводное качество самцов можно с помощью УЗИ. Рассмотрим основные диагностические признаки готовых к нересту самцов. Первый и самый главный признак – это размытая, слаборазличимая граница гонады. Мы указали ее стрелками. Кроме того, вследствие наполнения лопастей сперматозоидами, доли семенников плотно согнуты и границы неразличимы. Второе – повышенная зернистость изображения. Третье – повышенная гиперхогенность. То есть на экране изображение не просто светлое, а очень яркое, может быть немного плывущее, размытое. Четвертое – так же, как у зрелых самок, полное отсутствие запасов жира. У неготовых к нересту самцов мы наблюдаем запасы жира. Причем в некоторых случаях небольшие остатки тонкого слоя жира на семенниках могут визуализироваться в виде своего рода наплывов с градиентной яркостью, как это мы наблюдаем на правой эхограмме. Кроме этого, заметно разделение семенника на доли. Здесь оно не очень выражено, но, тем не менее, полосочки есть. Их можно отметить на обеих эхограммах. На это же разделение семенника на доли указывает и волнистый край нижней границы гонады. От самцов с эхограммами, аналогично представленных, получить половые продукты, скорее всего, не удастся. Их качество в любом случае будет очень низким. Использовать их для семенения настоятельно не рекомендуется. После оценки готовности производителей гормональной стимуляции нересту проводят соответствующую корректировку схемы нерестовой компании, ориентируясь в первую очередь на состояние самок. Для самок с высокой степенью готовности к нересту устанавливают минимальный срок преднерестового выдерживания и пониженные дозы гормональных препаратов. Нерестовую компанию с такими рыбами можно проводить в нижнем интервале днерестового диапазона температур воды. Самкам, менее готовым к нересту, целесообразно увеличить срок преднерестового выдерживания до достижения оптимальных нерестовых температур или даже немного более высоких температур. Дозы гормональных препаратов таким рыбам также имеет смысл увеличить. И в заключение, возможный алгоритм организации рыбоводного процесса на этапе перевода на нерестовый режим и преднерестового выдерживания производителей. При такой схеме, как предложено на слайде, после перевода на нерестовый режим и накопления примерно половины минимального теплозапаса, производится выборочная оценка коэффициентов поляризации ацитов у выборки примерно в 10% от общего числа самок данного вида. Разумеется, это не относится к стерляде, где число производителей велико. Далее, на основании результатов биопсии и прогноза движения температуры воды делают вывод о примерных сроках преднерестового выдерживания. После этого, либо просто содержат рыбу в течение нужного периода, либо при необходимости производят группировку рыб по степени зрелости. По достижении контрольных сроков проводят гормональную стимуляцию, либо, если на это есть основания, корректируют сроки и схему инъекций. Далее, гормональная стимуляция и, собственно, нерест. На этом наше занятие завершено. Благодарим всех за участие и приглашаем на другие наши онлайн мероприятия. Всем добра!